Давайте прежде всего скажем славу нашему Господу. Сегодня такой день, такой праздник тоже, да, который отмечается. И я хочу поделиться с вами таким, ну, не знаю, даже не скажу, что это такое полноценное, как проповедь или слово, да, большое. Просто одна мысль, которую я размышляю в свете вот этого праздника сегодняшнего. И вот этой одной мыслью я с вами поделюсь, мы помолимся, но прежде хочу такой, ну, случай рассказать небольшой. У нас на работе, у меня на работе расположение кабинетов, скажем так, маленько запутанное. И, ну, и так мы уже привыкли к тому, что иногда к нам в кабинет заходят люди и спрашивают, где находится тот или иной там офис или та или иная компания. И вот ты объясняешь людям, куда пройти, как. Но на днях зашла женщина и спросила, назвала компанию. И я ей объяснил, куда пройти, когда она уже ушла, и я все стал размышлять. Я думаю, ну, как она, ну, вот мимо нее прошла. Сейчас объясню, почему. Мы находимся на третьем этаже. А та компания, которую она искала, находится на втором этаже. И там одна только дверь на втором этаже, которую, вот когда ты идешь по лестнице, ты в нее упираешься. Там большими буквами написано название этой компании, которую она ищет. И все, и больше там нет. И, то есть, получается, чтобы заблудиться, ей надо было пройти мимо этой двери, подняться к нам и уже на нашем этаже ее искать. И я размышлял, я думаю, ну, как так? Одна дверь, большие буквы. Да, и прямо перед глазами. Но все равно человек проходит мимо, не видит то, что вот перед глазами, и начинает искать. И я размышляю над этим, ну, как бы понял, что разные причины. Мы сами, ну, я думаю, вы тоже попадали в такие ситуации, да, когда у меня мама так часто шутила иногда. Вот, а слона-то ты не заметил, да? То есть, когда вот если ты что-то потерял, то, что перед глазами. Я размышлял, почему это происходит. Я думаю, потому что либо наши какие-то мысли, либо наши какие-то ожидания, что-то, что мы, ну, как мы себе представляем, произошло не так, и мы из-за этого не замечаем. И, знаете, в свете этой истории, вот, ну, у меня мысль по поводу того события, которое произошло в Иерусалиме, когда Иисус въезжал в Иерусалим, и люди его встречали радостно, славили Бога. Они его встречали, они его ждали, и вот они его встретили, да, но Иисус обозначил это же событие такими словами, что ты не узнал время посещения своего. Давайте мы прочитаем весь этот отрывок, это Евангелие от Луки, 19 глава, 37 стиха и ниже. А когда он приблизился к спуску с горы Илеонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, благословен царь грядущий во имя Господня, мир на небесах и слава вышних. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, учитель, запрети ученикам твоим. Но он сказал им в ответ, сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, ой, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Давайте немножко поразмышляем буквально над этой ситуацией, что происходило в тот момент. То есть, во-первых, ну давайте, где это происходило? То есть, это Иерусалим, столица израильского государства, столица того народа, который, в отличие от всех народов того времени, знал живого Бога настоящего. Кто не поклонялся там истуканам, идолам и так далее, но знал живого Бога. Это люди, это народ, столица того народа, у которого было слово от Бога. Знаете, это люди, это где происходило? То есть, среди тех людей, которые ждали прихода Мессии. Мессия, пророки, им об этом много говорили, и они ждали, и у них было много-много толку в тот момент, что вот сейчас, вот-вот должен Мессия прийти. Они его очень сильно ждали. Плюс это еще обусловливалось тем, что они были под римским мигом, да, и они хотели освободиться. Они ждали, что Мессия придет и освободит их, ну и так далее. Но они очень сильно его ждали. И вот Мессия приходит, да, и вот тот, кого они ждали. И они его встречают. И встречают не просто так, они встречают его как царя. То есть, они фактически, почему фарисеи говорили, чтобы, ну, чтобы они замолчали, да, почему? Они боялись, что, ну, я так предполагаю, что римские власти, увидев, что кто-то, ну, кого-то встречает как царя, без их ведома, да, то могут какие-то гонения начаться и так далее. То есть, скорее всего, они боялись этого, но люди, они как бы провозглашали его царем. То есть, смотрите, фактически, и плюс сама атмосфера того места, это было, надо было славить Бога, да, надо было славить Мессию, надо было славить своего царя. И они этим занимались, потому что Иисус сказал, если они умолкнут, камни возопьют. То есть, в тот момент именно это и надо было делать. Это было правильное место, правильное действие этого народа, да. То есть, все было правильно, но почему-то, несмотря на это, Иисус говорит, что ты не узнал времени посещения своего. То есть, вроде бы, они встретили того, кого надо, но они встретили не того, получается. То есть, у меня возникает большой вопрос такой, почему это происходит, и самое главное, ну, какой урок для нас с вами. Смотрите, люди, которые знают Бога, люди, которые ждут Мессию, люди, которые имеют Слово от Бога, но при этом они встречают Его, но встречают не того. И я так размышлял, и Господь показывал, что причина какая, здесь, во-первых, есть одна такая фраза, в радости велегласно славить Бога за все чудеса, которые видели они. И я стал размышлять, помните, когда Иисус как-то ушел от людей в пустынное место, и они Его нашли, и Он им говорит, вы искали Меня не потому, что видели чудеса даже. То есть, здесь, потому что видели чудеса, да, а в той ситуации, не потому что видели чудеса, потому что ели хлеб и насытились. И вот все вот эти моменты, они дают такую мысль, что люди ждали Иисуса как Мессию, потому что они, ну, не только Его ждали, они что-то от Него ждали. И они ждали, что Он их освободит там от римского ига, да, они ждали, что Он, они видели, как Он много людей исцелял, да, и они ждали, потому что это, ну, такой человек, который исцеляет. Они ждали Его как целителя, они ждали Его как человека, который делает, ну, творит много чудес. Они ждали Его как человека, который их кормит, накормит, может их накормить. Он накормил там, там, пятью хлебами, двумя рыбками, несколько тысяч человек, да, и они понимали, что этот, ну, что этот человек, который может решить их проблемы, можно такими словами сказать. То есть, они ждали Его как Мессию, который решит их проблемы. И вот эти ожидания, они помешали им увидеть на самом деле, что происходит. И знаете, в нашей жизни что-то подобное происходит. Вот эта мысль. Мы с вами, живя, служа Богу, читая Писание, молясь Ему и так далее, иногда попадаем в такое положение пред Богом, что мы Богу поклоняемся, потому что мы что-то от Него ждем. То есть мы от Него ожидаем каких-то решения своих же проблем, опять же, исцеления, разрешения каких-то ситуаций и так далее. Мы что-то от Него ждем, что Бог решит наши проблемы, и мы поэтому Ему поклоняемся. Но Христос говорит этим людям, Он говорит этому городу, что ты не узнал времени посещения, ты поклоняешь Иисусу как Спасителю, потому что ждешь, что Он решит твои проблемы. Но Он не для этого пришел, у Него была другая цель, совсем другая цель. И если бы ты поклонялся Ему и славил Его, потому что у Него такая цель, то была бы другая ситуация. И я хочу вас призвать сейчас помолиться о том, что, как здесь, в этом отрывке есть такая фраза, что «но это сокрыто ныне от глаз твоих». Я хочу помолиться за нас с вами, чтобы от нас не было сокрыто, то есть сокрыто то, кто такой Бог на самом деле. Потому что, может быть, мы ходим в правильную церковь, знаете, ты можешь ходить в правильную церковь, ты можешь делать правильные действия, ты можешь молиться, ты можешь читать, ты можешь посещать собрания и так далее. Ты можешь поклоняться правильному Богу, то есть тому, кому надо поклоняться, но при этом ты не знаешь Его как Бога. Ты знаешь Его как целителя, ты знаешь Его как того, кто решает твои проблемы, ты знаешь Его как того, кто может тебе помочь в той или иной ситуации и так далее. Но ты не знаешь Его как Бога. Такая ситуация может быть. И чтобы это не было сокрыто от наших глаз, я хочу призвать вас за это помолиться. Будем молиться.